В этом видео будет обзор компании British American Tobacco. Всем привет! Большое количество голосов набрала компания British American Tobacco, поэтому в этом видео мы разбираем именно ее. Две другие крупные табачные компании Philip Morris и Altria Group мы разбирали в прошлом видео про топ-10 дивидендных акций США. Если вы это видео еще не смотрели, то в правом верхнем углу ссылочка, можете перейти и посмотреть, как раз там кратко мы говорим о Philip Morris и Altria Group. И, кстати, Philip Morris и Altria Group мы подробно разбирали на Patreon. Там мы разбирали дивиденды этих компаний, поскольку они сейчас очень интересны своей высокой дивидендной доходностью, и сделали вывод, какая компания в итоге принесет нам больше дивидендов при реинвестировании. Philip Morris, который платит сейчас чуть меньше, но будет наращивать свои дивиденды быстрее, либо Altria Group, которая будет наращивать дивиденды медленнее, но в моменте платит чуть больше. Мы дисконтировали эти дивидендные денежные потоки с учетом реинвестирования. Получилось весьма такое интересное исследование, так что кто не подписан на Patreon, советую подписаться. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Ну и, конечно же, по традиции в комментариях оставляйте ваши голоса за разбор той или иной компании. Ну и перед разбором небольшая рекламная вставка. Вы, наверное, заметили, что иногда мне удается выпускать больше роликов, чем обычно. И это происходит благодаря нашим рекламным спонсорам. И за выход этого ролика вы можете поблагодарить компанию Alpari. И поэтому я расскажу о возможностях, которые предлагает компания Alpari. Сейчас банковские депозиты приносят только слезы. А ставки по ним не в состоянии догнать инфляцию, реальную инфляцию. Многие задумываются над новыми направлениями для инвестирования денег. Ставки доходности по облигациям сейчас около нулевые или вовсе отрицательные. Например, если брать ОФЗ, то с учетом инфляции ставки уже считайте отрицательные. При этом фондовые рынки сейчас хоть и сильно выросли, но находятся на своих исторических максимумах. Однако прибыльный выход существует. Он называется PAM-счета и был изобретен компанией Alpari в 2008 году. Вкладывая деньги в PAM-счет, вы фактически нанимаете профессионального трейдера, чтобы он работал на валютном рынке Форекс за вас. Минимальное вложение составляет всего 50 долларов. А выводить деньги можно хоть каждый день, что, как вы понимаете, выгодно отличает PAM-счета от банковских кладов. Трейдер получает доход только в том случае, если вы находитесь в плюсе. Неудивительно, что сегодня в Alpari работают около 200 тысяч инвесторов и более 4 тысяч управляющих. Выбрать лучшего из которых вы можете благодаря открытому рейтингу. Рейтинг, кстати, несколько раз проверяли международные аудиторы, так что ему, в принципе, можно доверять. Ссылка на сервис дана в описании к видео. При этом вы, конечно же, понимаете, что я не могу говорить об этом без дисклеймера. Так что учтите следующие вещи. Первое. Торговля на Форекс может быть очень прибыльной, но она несет в себе большие риски. И об этом стоит помнить. Потенциально высокая прибыль – это всегда потенциально высокий риск. Это рыночное правило. Второе. Механизм PAM-счетов предусматривает, что вы передаете деньги управляющему. И здесь стоит учитывать, что прошлые успехи и высокие доходности любого управляющего не гарантируют вам прибыли в будущем. И третье. Я должен сказать, что в 2019 году Alpari вместе с другими Форекс-брокерами была лишена лицензии Центробанка России. Но, несмотря на это, она остается серьезной и надежной компанией, одним из крупнейших Форекс-брокеров в СНГ, который ведет бизнес во всем мире. И доподлинно известно, что компания Alpari выводит любые суммы заработанной прибыли и в целом всегда выполняет свои обязательства перед инвесторами. В общем-то, свидетельства об этом можно найти и в любых отзывах. И еще раз напомню, что ссылка на сервис находится в описании под этим роликом. Ну и теперь давайте перейдем от Форекса к инвестициям и разбору компаний British American Tobacco. И из названия, наверное, очевидно, что это за компания British American Tobacco. Но все-таки давайте мы немного поговорим об этом бизнесе. Итак, это британско-американская многонациональная компания, которая работает практически в 180 странах мира, производит и продает сигареты, табак и различные никотиновые продукты. Компания основана в 1902 году. То есть на данный момент этой компании 118 лет. Представляете себе, да? Компания работает на рынке почти 120 лет. Это весьма и весьма прилично. British American Tobacco имеет первичный листинг на лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE 100. Ну и депозитарные расписки торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. На лондонской фондовой бирже компания British American Tobacco торгуется под тикером BATS. И на американской Нью-Йоркской фондовой бирже British American Tobacco торгуется под тикером BTI. Итак, давайте посмотрим, что у нас продает вообще компания British American Tobacco. Ну, во-первых, это же, конечно, наши сигареты. Нелюбимые сигареты. Всю продукцию можно разделить глобально на две категории. Это combustible и non-combustible. Combustible — это все, что горит и дымит. Вот combustible — это как раз самые вредные штуки, это наши сигареты. И вот марки British American Tobacco — это достаточно известные марки, такие как Dunhill, Kent, Lucky Strike, Palmel, Rotmans, Newport. Ну, вот Newport и American Spirit я, честно говоря, ни разу не видел в России. Camel — тоже достаточно известная марка. И non-combustible. Non-combustible — это, соответственно, все то, что не горит и не дымит. То есть то, что, как считается, наименее вредно. Я, кстати, нашел целое исследование FDA на эту тему. Тут исследуется одна из как раз марок Camel's Nass, вот, которая производит British American Tobacco. Вот это вот. Ну, тут вообще такое достаточно глобальное исследование. Главный вывод заключается в том, что действительно вот эти вот продукты бездымные и негорючие, они наносят гораздо меньше вреда, чем сигареты, и они значительно снижают риск возможного развития хронических заболеваний и рака. И именно поэтому одна из стратегий British American Tobacco как раз заключается в том, чтобы переходить вот на эти вот non-combustibles от традиционных сигарет. В том числе и потому, что потребление сигарет в мире падает, а потребление вот этих вот всяких вейпов и негорючего табака, оно растет. И чем отличаются New Categories от Traditional Oral? Traditional Oral — это традиционный табак в той или иной форме. New Categories делится на вейпы. Тут два бренда — Вуз и Вайп. И Tobacco Heating. У них есть один бренд — Glow. Бренды перспективные и такие достаточно растущие. Чтобы понимать, кто не в курсе, я, например, сам не был в курсе раньше, чем отличаются вейпы от Tobacco Heating, тут все достаточно просто. Hitted Tobacco — это как раз вот Tobacco Heating. В чем заключается суть? Берется табак. Этот табак нагревается, но нагревается так, что нет горения и нет дыма. То есть есть какая-то там аэрозольная, получается, взвесь табачная с никотином, которая и потребляется. То есть фишка в том, что табак не горит. И вот эти вот вредные продукты, которые содержатся в дыме, в сигаретном, канцерогены и так далее, они при этом не образуются. То есть хит и табак — это, если можно так выразиться, гораздо более здоровая альтернатива сигаретам. А вейпы или электронные сигареты, они вообще не содержат табака. То есть там реального табака нет. Там есть жидкость, в которую добавляется никотин. Ну, никотин из табака или никотин синтетический. И эта жидкость, она просто нагревается и испаряется. То есть, по сути, вы вдыхаете пар вместо дыма. Это считается тоже более здоровой альтернативой традиционному курению. И есть еще Modern Oral. Это бренд Velo. Сейчас я вам покажу, что это такое. Velo — вот есть такой вот бренд. Это такие вот жевательные штуки, такие подушечки, которые можно положить там под губу или что-то еще. Считаются они жевательным табаком нового поколения. Содержат они в себе никотин, целлюлозу, воду, ароматизатор и подсластители. То есть, они имеют приятный аромат, приятный запах. Естественно, содержат никотин и не имеют табака. Вот. Очень просто используется. И рынок таких штуковин, он сейчас растет. И есть еще Traditional Oral. Modern Oral, он не содержит табака. А вот Traditional Oral — это все штуки, которые содержат табак. Тут у них два бренда — Grizzly и Camel's Nass. Но Traditional Oral — это, соответственно, либо нюхательный табак, либо такой же, получается, жевательный табак. Вот у них первый бренд — Grizzly. Выглядит это все вот примерно вот так вот, такие вот баночки. И второй бренд — Camel's Nass. Выглядит он тоже вот так вот. Ну, как тоже такой жевательный табак, как я понимаю. Вот это, что касается всех продуктов компании British American Tobacco. British American Tobacco является сейчас самой крупной табачной компанией в мире по размеру вырыжки. Давайте просто сравним. Смотрите, British American Tobacco — 35 миллиардов выручки, 85 миллиардов капитализация. Philip Morris — 29 миллиардов выручки, а капитализация — 130 миллиардов. То есть по капитализации Philip Morris, ну, значительно больше, а выручка меньше. Еще раз, BTI — 85 капитализация, 35 выручка. Сравним с Altri. 78 капитализация, ну, примерно такая же, чуть поменьше, а выручка сильно меньше — 25,8. А прибыль, смотрите, у Altria всего лишь 866 миллионов, у Philip Morris — 7,7 миллиарда, у BTI — 8,5 миллиарда. То есть BTI, самая капитализация, она чуть больше, чем Altria, да, но она выручки зарабатывает больше всех. И чистая прибыль у нее больше всех. Ну, пожалуй, если Philip Morris и Altria объединить вместе, конечно, они, да, будут крупнее там и по выручке, и по прибыли. Ну, напомню, что Philip Morris, она разделилась на Altria Group, который ведет свой бизнес в США, и Philip Morris International, который ведет свой бизнес за пределами США. British American Tobacco — вот это их тоже основной конкурент. Он ведет бизнес во всем мире и в том числе в Соединенных Штатах. Давайте я вам просто кратко зачитаю список приобретений компании British American Tobacco. Смотрите, в 2003 году они приобретают Ente Tobacco Italiano. Это итальянская табачная компания. Это важное приобретение подняло British American Tobacco на второе место в Италии и втором по величине табачном рынке в ЕС. В августе 2003 года они приобретают 70% почти сербской табачной компании. В июле 2004 года бренд British American Tobacco в США был объединен с бизнесом RJ Reynolds Tobacco Company в Соединенных Штатах под именем RJ Reynolds. А затем, в 2008 году, они приобретают турецкого производителя сигарет Tekel. В 2008 году в июле они приобретают часть группы Scandinavian Tobacco. Потом, в 2009 году они приобретают 60% индонезийской компании. А в следующем году увеличивают там долю до 100%. Фактически выкупают полностью. В 2011 году выкупают колумбийскую компанию. В октябре 2015 года приобретают хорватскую компанию. В октябре 2016 года они выкупают оставшиеся 60% Reynolds American. Сделка была завершена в 2017 году. И еще в 2017 году объявили о приобретении ряда болгарских брендов сигарет. Ну то есть совершенно невероятные выкупы табачных компаний по всему миру. И таким образом British American Tobacco на текущий момент является самой крупной табачной компанией. Но не по капитализации, а по объему выручки. И давайте посмотрим кратко на финансовые показатели компании. И начнем с долга. Смотрите, по поводу долга. Долг у них огромный. И вырос он в 2017 году как раз после покупки оставшейся доли в R.J. Reynolds. И долг у них, ну, такой достаточно большой. И на самом деле они его тут, конечно, немного гасят, но он не сильно уменьшается. То есть на момент покупки у них долг был 66 миллиардов, 66,3. А сейчас у них долг в первом полугодии 2020 года 63,2. Ну то есть снизился оно незначительно. Но зато объем на наличных денежных средств немного увеличился. Тут, кстати, данные за первое полугодие. Потому что компания British American Tobacco отчитывается по полугодиям. То есть у них не 4 отчета, не каждый квартал, а 2 отчета в год за первое полугодие, за второе полугодие. Поэтому второго отчета ждем за второе полугодие 2020 года. Покрытие долга наличными у них так себе, всего лишь 10%. Заградитованность на самом деле небольшая, всего лишь 50%, 55%. То есть заемные средства это 55% их активов. То есть удельная доля капитала, собственно, она достаточно большая. Долг Ебеда 4,22. Высокое значение, сложно, сложно компании будет с таким мультипликатором. И по нему видно, что у компании очень высокая закредитованность. Покрытие процентов по долгу 5,2. Достаточно неплохое. Ну, хотелось бы побольше, но не критично на самом деле. И Altman Zscore, синтетический показатель, который оценивает вероятность банкротства компании, 1,25. Он показывает, что у компании есть определенные проблемы. Но это не меньше единицы, когда меньше единицы, это уже совсем плохо. И не меньше нуля, потому что когда меньше нуля, это пиши пропало, какие-то серьезные проблемы прям совсем. Тут положение сложное, долг высокий, но все не так критично, как могло бы быть. И давайте еще здесь посмотрим выручку годовую. Так будет смотреть поудобнее. И если мы посмотрим тренд за последние 5 лет, то мы все-таки видим, что тут есть небольшой прирост. Вот у нас 2019 год выручка 34 миллиарда. В 2020 году прогнозируется примерно такая же, вообще небольшой рост. Но на самом деле, с учетом пандемии, это неплохо. И в 2021 году тоже планируется совсем небольшой рост, 35,4 миллиарда. Есть прогнозы, давайте на гуру посмотрим прогнозы. Прогнозы у нас следующие. Прогнозы, что выручка будет незначительно расти в ближайшие несколько лет. Ебеда будет также незначительно расти. Ну и прибыль на акцию тоже, как вы видите, будет такой небольшой плавный рост. Сейчас 4 доллара на акцию в 2020 году. В 2021 будет 4 доллара 20 центов, в 2022 году 4 доллара 50 центов. Ну, не сильный рост, но в целом очень даже такое неплохое поступательное движение прогнозируется и это радует. По операционной марже и по чистой марже совершенно замечательные показатели. Операционная маржа 36%, чистая маржа 24%. Мне эти показатели кажутся абсолютно шикарными. Валовая маржа 83%. И давайте сравним с Филипп Моррис. Смотрите, у них тоже, в принципе, маржинальность достаточно высокая на таком же уровне. И Альтриа Групп, у них маржинальность, конечно, поменьше. Операционная и профит маржин. Поэтому Альтриа Групп, она сейчас в таком, наверное, самом тяжелом положении из всех. С маржой у нас все в порядке. Роя 9,6. Достаточно эффективная компания. То есть на каждые 100 долларов капитала они зарабатывают 10 долларов прибыли в год. И рентабельность активов 4,3%. Я считаю, в принципе, тоже вполне неплохая рентабельность активов. Давайте посмотрим на оценку компании. Сколько она стоит? Стоит она по P&E 9,78, что достаточно дешево. А форвардная по P&E 7,92. Вот смотрите, да, British American Tobacco. По маржинальности примерно такая же компания. Роя 9,6. У Филипп Моррис Роя отрицательный. Из-за отрицательного капитала Роя. Рентабельность активов 19%. У Альтриа 1,5%. Ну, получается, British American Tobacco самый крупный, самый дешевый. Вот. 9,9 у него, ну, P&E в районе десятки. Форвардная P&E меньше. У Филипп Моррис P&E 17, форвардная 14. У Альтриа P&E 90 за счет проблем в этом году с прибылью. А форвардная P&E 9,3. Ну, то есть British American Tobacco реально получается сейчас самый дешевый из всех. Это вот просто видно по отношению капитализации и выручки прибыли к отношению капитализации и выручки прибыли других табачных компаний. Ну, то есть, действительно, британцы сейчас самые дешевые среди всех табачников. Тут, как мы видим, темпы роста, тут тоже прогноз, да, примерно такой же. Кейгер на 3 года по выручке 18,78. Год к году 3,8. Earnings Per Share 3%. Ну, если на 3% все будет расти, меня в целом устроит такой рост при текущей оценке P&E 10. Мне вот, честно скажу, прям за глаза этого хватит. По поводу дивидендов. Дивидендами компания очень интересна. Смотрите, она платит в моменте 7,3% дивидендов. Дивиденд по аурейше 56%. То есть, она платит половину от чистой прибыли. Вот даже давайте посмотрим. Смотрите, в год они платят 2,7 доллара. 2,7 доллара. А зарабатывают они в год, вот смотрите, EPS разводненная 3,43. То есть, хватает за глаза. Free Cash Flow на акцию 5 долларов. 5 долларов 12 центов. То есть, при выплате дивидендов 2,70 они прекрасно защищены. Еще и потенциал роста имеют. То есть, дивидендная доходность 7,3 в моменте. Spout Ratio вот с таким. Это вполне неплохо. Средний рост дивидендов за последние 5 лет 1,78% в год. Что, в принципе, достаточно неплохо. Если мы посмотрим на рост дивидендов, он тут какой-то туда-сюда. Но нужно учесть, что это дивиденды в долларах. Компания британская, дивиденды, они платят изначально в фунтах. Если мы конвертируем в доллары, у нас тут будет учитываться курс валютный. Сейчас я вам покажу дивиденды компаний в фунтах стерлингов. Вот они, оригинальные дивиденды компании. Раньше они платили раз в полугодие. И если так присмотреться, компания постоянно свои дивиденды наращивала. И с 2018 года они перешли на выплату квартальных дивидендов. То есть тут вот было 17-й год, 118,56. 18-й год, первое полугодие, 43. А дальше они перешли на квартальные. 48,8 умножайте на 3. Практически 150. То есть тут они дивиденды увеличили. И тут, смотрите, пошло опять увеличение. В следующем году, в 19-м, уже 50,75. В следующем году, в 20-м, опять они увеличили. 52,60. И можно ожидать то, что в следующем году, в 21-м, они дивиденды опять немного свои поднимут. То есть вы получаете сейчас дивиденд в моменте, там, вот этот вот 7,3%. Плюс можете его еще дисконтировать на пару процентов в год. Этот дивиденд будет подрастать. То есть вы не просто фиксируете дивиденд на доходность. То есть вы получаете растущий дивиденд. И эту компанию, на мой взгляд, с таким защищенным дивидендом вполне можно рассматривать в дивидендный портфель. Тоже многие спрашивали в видео про дивидендные акции. Почему вы сказали про Альтре, про Филипп Моррис, а про British American Tobacco не сказали. Ну, это британская компания, ее просто решил не мешать с остальными. Но если говорить о ней как о дивидендной компании, то это вполне подходящий и интересный выбор. Давайте теперь посмотрим после показателей на презентацию компании. Тут презентации 55 слайдов. 55. Это, конечно, здорово. Мне нравятся большие красочные презентации. Люди стараются, делают. Но так как слайдов много, мы пробежимся прямо очень быстро по ним. Поехали. Первая вещь, которая мне нравится, заключается в том, что у компании есть очень понятная стратегия. Они наращивают долю non-combustibles. То есть табака, который не горит. Фишка в чем? Потребление сигарет падает на 2-3% в год во всем мире. У компании British American Tobacco пока 90% выручки это как раз сигареты. И только 10% выручки сейчас это non-combustibles. А вот non-combustibles растут. Именно поэтому они в это все дело инвестируют. Смотрите, у них добавляются новые клиенты в этой сфере. Они инвестировали дополнительно 250 миллионов фунтов стерлингов в эти new categories. У них цели к 2025 году по environmental targets и carbon neutrality targets. Это модные нынче ISG тенденции. Это на самом деле достаточно здорово для любой компании. Даже для табачной компании, которая занимается продажей табака. Итак, у них стратегия заключается в том, чтобы делать ставку на эти новые категории и больше их продвигать. У них доля новых категорий растет. В выручке она выросла в 2020 году на 12,7%. Общая выручка группы выросла на 2,4%. И цены тоже немножко подросли. Также у них немножко срезались косты, чтобы пережить кризис ковид. Вот у них тут основные показатели. Они приводят их в current rates и constant rates. Current rates это как бы текущие валюты, в которых были проведены операции. А constant rates это типа без учета валютных курсов. То есть если бы как будто бы мы считали все в одной валюте. Ну поскольку у них с валютами очень вопрос сложный. У них достаточно малая доля выручки получается в фунтах стерлингов. А отчетность у них в фунтах. Поэтому вот приходится так вот им извращаться немножко. Ну в любом случае смотреть либо на current rates, либо на constant rates. Да, выручка выросла. Конечно я считаю, что в constant rates считать наверное правильнее. Потому что это более сопоставимо. Поэтому будем считать, что на 2,4% выручка выросла. Про это мы уже сказали. Операционная маржа выросла на 80 базисных пунктов. Или на 550 в current rates. Profit from operations вырос на 3,3%. И разводненная прибыль на акцию выросла на 6,6%. Кстати, что такое EPS или прибыль на акцию. Или разводненная прибыль на акцию. Зачем они нужны. Как их считать. Чем отличается обычный от разводненной. На эту тему мы сделали одно классное видео. Посвященное вот именно этой теме. EPS, разводненные прибыли на акцию и так далее. Ссылочка на него сейчас вот здесь вот в правом верхнем углу экрана появится. Вы можете перейти и посмотреть. Я думаю для тех, кто не знает, что это такое. Будет достаточно полезно. Тут не буду подробно останавливаться. Они просто расписали все свои плюсы. 75% выручки группы приходится сейчас на развитые рынки. 25% на развивающиеся рынки. И есть еще новые категории. Что интересно, тут они в новых категориях переключаются на Digital и на E-commerce. И выручка в E-commerce у них выросла практически в два раза. И доля всего этого дела растет. Вот эта вот ставка на New Categories, мне кажется, она очень такая, достаточно интересная. Как мы с вами разбирали, у них вот три основных бренда. Вуз, Вэлла и Глоу. Они в них инвестируют. И пытаются эти продукты, скажем так, продвигать. Как мы видим, эти продукты, они достаточно неплохо растут. Про вот эти вот показатели 12,7% выручки мы уже видели. И получается, что по продажам вейпа они сейчас номер один во всем мире. Тут мы видим сравнение индустрии. За 12 месяцев, за 3 месяца. Вот видите, вейп в Штатах, как сама индустрия, немножко припал. В Германии припал, в Канаде вырос сильно, в Великобритании, в Франции вырос. И когда мы берем Вуз и Вайп, вот эти вот бренды British American Tobacco. Смотрите, они все выросли. Они все выросли. Все показали рост. Это очень и очень хорошо. И получается, что сейчас они вот номер один по продаже вейпов во всем мире с достаточно неплохой долей. 47% в США, 70% в Канаде, 36% в Великобритании, 70% во Франции, 44% в Германии. Смотрите, везде они номер один. То есть, крутые-крутые достаточно ребята. Тут они показывают, что народ мигрирует с Джула, который там имел определенные проблемы и относится к Altria Group. Айкос, это Филипп Моррис. Вот смотрите, у нас получается доля Джула снижается. Айкос там где-то вот стагнирует. И Вуз у нас как бы растет. То есть, все типа переходят с Джула на Вуз. Не знаю, становится там он более модным. И вот он уже достигает доли 44% с довольными потребителями и ростом онлайн-продаж. Дальше у нас уже пошла презентация в части хита табака. То есть, это вот нагреваемый табак и бренд Гло. Бренд Гло, как мы видим, тоже он растет. Здесь вот представлен график. Рост тоже достаточно неплохой и по конверсии, и по доле, и, соответственно, по выручке в том числе. Тут у нас уже пошел сегмент Modern Oral. Это тот как раз вот жевательный табак, который не содержит табака, но содержит никотин. Тоже мы видим, что продажи растут. Выручки плюс 71%. В Скандинавии по доле он первый. Другие страны они тут не представляют. Мы видим графики роста. Если смотреть вот Швецию, Норвегию, Данию, то рост, конечно, такой, ну, достаточно серьезный, ошеломительный. Прямо такая вот прямая линия наверх. Ну, и тут у нас пошли уже традиционные наши марки сигарет. Тоже они по ним отчитываются. Есть у них, соответственно, сегменты премиум. Это Данхилкент, Ньюпорт, Американ Спирит. Сегмент медиум. Это Лаки, Страйк и Кэмл. Да, более дешевый, как я понимаю. И Ротман Сепел Мал, наверное, получается самый дешевый сегмент. Еще можно посмотреть вот интересная картинка по США. Сейчас доля в никотиновой индустрии все-таки 83% у сигарет. Традиционный Орл Табак 10,5%, Вейт 5%, Морден Орл 1% и Табак Кита Продуктс, он, видите, в Соединенных Штатах пока совсем небольшой. И мы вот пришли к финансовым показателям. Наверное, самое главное, что интересует инвестора, это, конечно, финансовые показатели. Рост выручки в Констант Каренсе 2,4%. Все относительно неплохо. Цены они поддерживают на приемлемом уровне. Если же посмотреть по регионам, то, смотрите, самый большой рост они показывают в Соединенных Штатах, плюс 9,7%. А самое большое падение, это, получается, Asia, Pacific, Middle East, Азия, Океания и Ближний Восток, Средний Восток. Получается, здесь у них падение adjusted revenue минус 10%, adjusted profit from operations минус 7%. Но, в общем и целом, по итогу, что по выручке, что adjusted profit from operations, они все равно выходят в плюс. Тут уже идет у нас разбивка по странам более конкретная. Где они прибавили, где они убавили. Вот, видите, в Бразилии сильно прибавили, в Вьетнаме сильно минус, в Мексике тоже сильно минус. Ну, в общем, где как, для нас самое главное, конечно же, что они по итогу вышли в плюс. Еще одна вещь, о которой мы говорили, это рост операционной маржи. 42,9% в прошлом году, 43,7% в этом году. И это очень здорово. Плюс 4% дал прайсинг, минус 2,7% incremental new categories и 0,5% это транзакционные издержки, изменения курсов валют. В итоге увеличение на 80 базисных пунктов, это, в принципе, неплохо. То есть, для такой крупной компании увеличение эффективности я оцениваю достаточно позитивно. Тут они срезают свои косты в первом полугодии уже на 240 миллионов фунтов. И вторая фаза срезания костов это 700 миллионов фунтов в течение 2021-2022 года. Всего они планируют срезать костов на 1 миллиард, что в целом, в принципе, неплохо. Как раз появятся у них дополнительные денежки, чтобы чуть-чуть там, может быть, где-то в каких-то моментах погасить свой долг. Если же брать прибыль на акцию, здесь мы вот смотрим 149 фунтов. Было, стало 159 фунтов. То есть, неплохо они прибавили плюс 6,6% за счет валютных переоценок. Конечно, чуть-чуть здесь они срезали. 1,3 фунта стерлингов на акцию. Вот, да, они срезали. Следующий слайд посвящен ликвидности по кэшу, который у них есть сейчас на счетах. И по сроку погашения долга. Средняя продолжительность получается 8,9 года. То есть, почти 9 лет. До конца 2020 года 2,3 они, получается, уже продлили. Осталось погасить еще миллиард. До конца 2021 года 3 миллиарда. 22,7,2 миллиарда. 23,2,6 миллиарда. Ну, в общем-то, конечно, такая тяжеловатая ситуация. Часть долга они, конечно же, будут троллировать. Пока у нас ставки достаточно низкие. Часть долга будут, возможно, выплачивать. Ну, пока они с этим, в принципе, справляются. Хоть и ситуация тяжелая. И они все-таки нацелены на то, чтобы леверидж свой немного снижать. То есть, снижение левериджа сейчас является одним из их приоритетов. Они рассчитывают около 3, достигнуть левериджа около 3x adjusted net depth к adjusted EBITDA к концу 2025 года. А их долгосрочная цель это 1,5-2,5. Ну, и Guidance у них скромный рост выручки 1%, 3%. Рост прибыли на акцию однозначный, там, в пределах 5%. И продолжение делевериджа компании, потому что долг достаточно большой. В общем-то, с этими приоритетами стратегическими я, как бы, вполне-вполне согласен. Ладно, давайте теперь подводить какие-то итоги по British American Tobacco. Давайте перечислим плюсы и минусы компании, чтобы вы могли адекватно ее оценить. Смотрите, первый плюс, это, безусловно, то, что это все-таки защитный сектор. То есть, это потребительские товары. И в определенном смысле можно назвать такие акции даже защитными. Второй плюс заключается в том, что British American Tobacco, это все-таки сейчас лидер на рынке. То есть, ну, по крайней мере, и по выручке, и по объему прибыли. Это самая большая, самая крупная компания из всех. То есть, свои ниши, это реально лидер, можно сказать, компания, наверное, номер один. Третья вещь заключается в том, что у них очень понятная, позитивная стратегия, которая заключается в том, что они продвигают продукты с вот этим вот бездымным табаком. То есть, вейпы и табако-хит-продактс и орл-табако, все вот эти вот вещи, которые не такие вредные, которые растут, которые, возможно, будут более перспективны в будущем. Четвертый плюс заключается в том, что British American Tobacco имеет хорошую дивидендную доходность. 7,3% мы уже с вами разбирали, что эти дивиденды отлично защищены, что эти дивиденды, скорее всего, будут расти дальше. То есть, прямо сейчас 7,3% вы будете получать. И очень важный момент заключается в том, что поскольку British American Tobacco зарегистрирована в Великобритании, то дивиденды вам приходят полные. То есть, налог с вас не удерживается. То есть, для нерезидентов в Британии налог вообще не удерживается, не снимается. Вам приходят полные дивиденды без вычета налога. А тут вы уже в России обязаны будете доплатить все 13%. То есть, плюс заключается в том, что вам не нужно подтверждать для налоговой, для ФНС, что вы уже заплатили где-то там за бугром 10% или там 30% или 15%. Где как? То есть, вы сразу декларируете дивиденд, который пришел, сразу уплачиваете с него 13%. За счет этого просто схема, как бы, получается более простая. И последний плюс заключается в том, что у компании сейчас действительно низкие ПНЕ. ПНЕ десятка, форвардный ПНЕ 8,3. Прогнозируется рост выручки небольшой, рост прибыли небольшой. То есть, сейчас компания явно дешевая и торгуется с дисконтом. Вот, честно вам скажу, мне кажется, что справедливая стоимость компании British American Tobacco это где-то вот баксов 45, если вот брать АДР. 45 долларов это вот справедливая стоимость. А все, что ниже, это даже, наверное, немножко дешево. И мне кажется, что даже по текущим ценам, там по 36-37 долларов покупать, в принципе, British American Tobacco можно. Но, прежде чем покупать, давайте поговорим о минусах данной компании. Минусы есть, безусловно. Первый минус заключается в том, что все-таки традиционный рынок потребления сигарет, он падает на несколько процентов в год. Люди отказываются от курения, вводятся законодательные ограничения и так далее. Все с курением борются. Эта штука очень вредная, мы это с вами понимаем. То есть, рынок, он такой, сигарет, он сам по себе не растущий. А я вам напомню, вот у нас выручка за 2020 год. 12,2 миллиона, миллиарда фунтов стерлингов. Из этого, non-combustibles, это не горючий табак. Это как раз вот те штуки, которые не вредные, ну, менее вредные. 1,2 миллиарда. То есть, 10%. То есть, 90% выручки, это пока сигареты, а рынок падающий. Это определенный минус. Несмотря на то, что они могут увеличивать там пока еще стоимость и так далее, но тем не менее. Второй минус. Ну, как раз, наверное, в том, что пока доля вейпа, она маленькая, и для вейпа, и для табака, хиттедпродактс, существуют значительные правовые риски, которые заключаются в регулировании этих продуктов. Дело в том, что они тоже сталкиваются с определенными проблемами со стороны регуляторов, потому что все это нужно проверять, давать на это все одобрение. Много кому там это не нравится, все понимают, что это продукт небезвредный. И даже тот, который не содержит табак, все равно содержит никотин, это как бы тоже не очень хорошо. Так что вот эти вот правовые риски существуют. Следующий минус это определенный ESG, это неэтичная инвестиция, и это тоже давит на цены всех таких компаний. У многих инвестфондов сейчас просто в декларации прописано то, что они обязаны учитывать рейтинг ESG, а для компаний, у которых низкий рейтинг ESG, они просто не будут попадать в фонды, это будет влиять на цену акций. Но если у вас нету, скажем так, каких-то вот предпочтений в плане этичных инвестиций, то это делает покупку для вас просто более дешевой. Следующий минус, наверное, основной заключается в том, что компания имеет достаточно высокий долг. Мы видим, что было после покупки оставшейся доли в RJ Reynolds у компании гигантский долг. Пока высокая закредитованность чистый долг к EBITDA, да, мы видим, у них приоритет стоит на deleverage, на снижение долга, хотят достичь трех к 2021 году, чтобы чистый долг подкрывался EBITDA за три года, за три годовых прибыли до налогообложения скорректированных. И долгосрочная цель, у них коридор полтора-два с половиной, они считают его комфортным. Но пока долг большой, и это одна из причин, почему British American Tobacco сейчас такой дешевый. Следующий минус заключается в том, что, ну это, наверное, даже следствие из прошлого минуса, после того, как долг был увеличен, срезали кредитный рейтинг. Раньше у BTI был рейтинг уровня А, высокий кредитный рейтинг. Его снизили до BBB+, то есть BBB. Это тоже рейтинг хороший, это самый высокий рейтинг инвестиционного уровня, уровня B. Но, тем не менее, снижение кредитного рейтинга – это всегда более высокие ставки по кредитам, это нужно понимать. И еще один минус, о котором нужно сказать, то, что компания отчитывается в фунтах, но она работает по всему миру, как мы видели. И большая часть выручка просто, выручки приходят из других стран, поэтому всегда у них влияет валютная переоценка. Так что, если фунт будет укрепляться по отношению к другим валютам, то они в фунтах будут зарабатывать меньше и меньше и меньше. Если фунт будет падать по отношению к другим валютам, то в фунтах они будут зарабатывать, как вы понимаете, все больше, больше и больше. То есть эти валютные риски тоже в любом случае надо учитывать. Ну и теперь я скажу пару слов о своей стратегии относительно компании British American Tobacco. Когда-то у меня давно были ADR-ки в портфеле. Я их, честно говоря, продал, зафиксировал с прибылью. Даже уже не помню, где это было очень давно. В этом году я опять решил приобрести British American Tobacco. Только это была уже такая, скажем так, более осознанная инвестиция. Прям вот инвестиция в лонг. Я покупал British American Tobacco по... Сейчас скажу. Я покупал ее в Лондоне на LSE. И покупал я ее по 2.67. Смотрите, текущий ценник 2.71. Я покупал по 2.67. Где-то вот здесь вот, да, в начале декабря получается. Да, я взял позицию по 2.67. Потом я немножко добирался вот здесь вот на проливе. Буквально вчера, да, у меня выполнилась заявка. Я докупил по 2.7 немножко. И, честно говоря, если позиция уйдет еще ниже 2.7 фунта, я буду добирать еще. То есть если она еще отсюда пойдет вниз, я готов добирать. Даже текущая цена 36-44 доллара, если брать АДР-ку, мне кажется, вполне адекватной. В идеале, конечно, было бы здорово купить по 36. Такая круглая цена, если бы мы сюда бы снова пришли. Это была бы, наверное, идеальная покупка. Если сходит ниже, будет вообще шикарно. Но до 40 долларов можно добирать. Если очень хочется, до 45. Ну, вот, на мой взгляд, фундаментальная оценка в перспективе для этой компании – это все-таки выше 40 долларов за акцию. Кстати, давайте посмотрим Target Price. Да, аналитики вот Target Price, они тоже считают, что бумага должна стоить 44 доллара за акцию. Именно АДР-ка. Мне тоже так кажется. Поэтому мне British American Tobacco нравится. Я смотрю на нее достаточно позитивно. Имею в своем портфеле. Уйдет ниже, буду докупать. Позиция формируется под дивиденды. Дивиденды с доходностью 7,3% меня вполне устраивают в фунтах. Напомню, что вы можете покупать British American Tobacco на любой бирже, которая вам интересна. Хотите, покупайте на Лондоне, если у вас есть туда доступ. Будете получать в фунтах дивиденды. Хотите, покупайте за доллары АДР-ку British American Tobacco на Нью-Йоркской фондовой бирже. В принципе, что в долларах, что в фунтах, разницы никакой на самом деле нет. Так что тут выбирайте сами. Ну что ж, свое мнение по бумаге я сказал. Надеюсь, аналитика поможет вам сделать выбор. А торговых рекомендаций здесь не дают. Здесь зрители принимают решения о покупке сами. Потому что каждый сам отвечает за свои деньги и берет на себя риски, связанные со своими инвестиционными решениями. Что ж, друзья, если это видео вам понравилось или было вам полезным, то я жду от вас лайки под этим видео, чтобы помочь каналу и помочь продвижению этого видео. Также напоминаю вам, чтобы вы не забывали подписываться на этот канал. Если вы еще на него не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. И, конечно же, по традиции скажу, что обязательно оставляйте в комментариях голоса за темы, за кампании, которые бы вы хотели разобрать. Дело в том, что я считаю все ваши голоса, учитываю их и считаю в закрепленном комментарии под последним роликом. То есть вы своими голосами реально можете повлиять на то, какую кампанию мы выберем в следующий раз для разбора. Поэтому, если хотите что-то разобрать, то обязательно оставляйте свои пожелания в комментариях. Но перед этим я вас попрошу посмотреть, не разбирали ли мы эту кампанию на канале уже раньше. Сейчас в правом верхнем углу видео вот здесь появится ссылочка на плейлист обзора кампаний. Пожалуйста, зайдите туда, посмотрите, какие кампании мы уже разобрали. Возможно, вы там найдете для себя интересные вам эмитенты, разборы которых вы еще не видели. И прошу вас делать это перед тем, как писать в комментариях голос за разбор той или иной кампании. Ну и также я хочу порекомендовать вам подписаться на мой Patreon. Это социальная сеть, где я выкладываю для патронов или подписчиков в закрытый доступ свои сделки. Где я описываю, что я продал, что я купил, зачем и почему. Где я выкладываю также свои портфели. Но самое интересное, это, конечно же, аналитика по акциям. Здесь мы разбирали достаточно большое количество компаний. Был относительно недавно интересный разбор компании eHealth. Компания, которая работает в сфере медицинского страхования онлайн. То есть это такая онлайн-биржа-посредник между страховой компанией и клиентом. Тут мы разбирали Kiwi. Цена акций, которой недавно очень сильно упала. Тут мы разбирали очень интересную компанию, хайповую сейчас под названием Palantir. Это такое всевидящее око, которое обнаружила Бен Ладена. Компанию Catalan Incorporated. Это один из крупнейших производителей биопрепаратов. Разбирали компанию Intel недавно. И то, как на нее повлияет развитие 5G. И что она от этого получит. И почему компания Intel будет являться одним из основных бенефициаров распространения сетей 5G. Разбирали Jalea Sciences, GD.com. Это второй китайский Amazon. Lennar Corporation. Это одна из крупнейших американских строительных компаний. Regeneron. Ну и так далее. Тут на самом деле уже накопилось большое количество обзоров. Поэтому, если вам интересна еще дополнительная аналитика, кроме Ютуба, то советую вам подписываться на мой Patreon. Ссылочку на Patreon я оставляю в описании. Вы попадете вот сюда. Вот стандартная подписка, куда включена вся аналитика моей сделки и портфеля. Она стоит всего лишь 5 долларов в месяц без НДС. Подписка ежемесячная. Эти 5 долларов без НДС списываются 1 числа каждого месяца. Поэтому для, скажем так, оптимизации расходов наиболее выгодно подписываться на Patreon в начале каждого месяца. В начале любого месяца. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание, друзья. Желаю всем удачи в инвестициях и счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok